Я думаю, никто уже не удивляется появлению в автостопе слегка непрофильных сюжетов. А это все потому, что у авторов есть свои слабости, как и у всех нормальных людей. Да, мы обожаем путешествовать, любим автомобили, технику всякую и самолеты, причем самой преданной любовью. К сожалению, перемолк перестройки, развал и безумное уничтожение технического моделизма, и это тоже история России. Но, как ни странно, Россия регенерируется, пусть и не теми темпами, как Китай, но процесс идет. И доказательство тому и развитие спорта, и восстановление технического моделизма. И пусть пока это удел профессионалов-энтузиастов, но этот удел сейчас имеет ощутимую поддержку. Именно благодаря которой вы совсем скоро сможете убедиться, что Россия летает. Летают и дети, и юниоры, и профи. И события сие случатся 21 и 22 апреля в городе Магнитогорске. Это будут серьезные соревнования, в которых примут участие спортсмены Свердловской. Челябинской, Тюменской областей и любимого по Волжье. И поблагодарим ректора МАГУ Валентина Федоровича Романова за предоставленный стадион Пединститута. Событие состоится именно здесь. Ну а теперь об организаторах. Ну, разумеется, без активного участия руководства Магнитогорского модельного клуба и лично неутомимого Игоря Маркевича дело не обошлось. Из поддержки администрации города, управления спорта и туризма, а также областной организации РОСТО, я думаю, праздник состоится. И вы, взрослые, сможете убедиться. Дело, которым вы занимались или хотели заниматься в детстве, живет. И вы, и ваши дети сейчас могут делать и подобные вещи, и лучше. Ну а если времени не хватает, есть чудненькая конторка. Макхобби. Они не только гоняют вот на таких зверьках. Они привозят готовые комплекты. Научиться пилотировать, которыми не так уж сложно, было бы желание. А оно у вас появится. Так получилось, что автостоп иногда выполняет роль новостей. Это потому, что нищие по зарплате, но богатые по оснащению телекомпании города, стали ленивыми и неповоротливыми. Знаете, как бомжи. Купили за 10 рублей на стойку боярышника и довольные собой валяются под кустами. Более богатые индивидуумы, позволившие себе попытку поиграть в телепроекты, не обладают ни достаточным опытом, ни навыками оперативного вещания. Мы купили себе навороченный микроскоп и пытаются забить им гвозди. Мы же забили на воскресный отдых и приехали сначала на приз Кубка Южного Урала по пилотажным моделям среди спортсменов и юношей. И вот здесь я увидел, как делают модели серьезные мастера и как они летают. И здесь я понял преимущества кордовых пилотажей. Тяжелые машины идут красиво и управляются грамотно. Исполняют фигуры высшего пилотажа в опытных руках, невзирая на порывы ветра. Кстати, эти соревнования впервые стали доступны для массового зрителя, потому что проводились в городе, а не на левобережном аэродроме. Здесь, на стадионе Магу, можно было наблюдать, кстати, не только полеты пилотажа. Показательный бой бойцовок – это красивое единоборство в танцах пилотов и гиперманеврах самолетов, грамотно снять которые можно только в момент посадки. И скажем огромное спасибо лично ректору Валентину Федоровичу Романову и спонсорам в лице профильного магазина «Маг Хобби». Они не только выставили главный приз, а именно – очаровательный четырехтактный движок, но они еще и показали, что их мелкие танки грязи не боятся в прямом смысле. И, к сожалению, обрезанный в смысле эфира автостоп не в состоянии сделать полноценный фильм. Поэтому завершим эту тему финалом, в котором магнитка хоть и не выиграла, но третье и четвертое место моих друзей – это тоже показатель. После этого можно было бы в полной мере насладиться банкетом. Но мы вам решили показать не менее увлекательные гонки магнитогорских энтузиастов стритрейсинга. Ура! Нет гололеда. Даешь перебранные движки и монопривод. Даешь рев моторов, виск и запах сжженой резины на автомобилях типа АК. Есть в городе и такие продвинутые машинки. Есть и серьезные от автоспорт-тюнинга, пока еще не тюнинные, но реально демонстрирующие преимущество электронной начинки и трехлитрового BMW-шного движка в обличии копейки. И это в стоке и против GTI-ного гольфа. И это машины молодых пилотов наших друзей. А это преимущество трехлитрового семейного седана на автомате. И преимущество наглухоутюненной за свои же деньги двенашки. Опять же наших приятелей. 400 метров за 15 секунд. И это не предел. А этим красивым финишем двух болидов, подготовленных боксом Форсаж, мы завершим этот репортаж. Но будут и другие. А будет ли в городе трасса, вот это вопрос. А вот вам ответ на вопрос. Кто находится за кадром? Держит камеру? Позволяет вам наслаждаться автостопом? Раньше регулярно это делал Макс Смирнов. Но, к сожалению, бюджет этой передачи перегружен кредитами и лизингом. Поэтому эта нагрузка легла на плечи моей очаровательной женушки. Уникальной в своем роде. Почему? Да потому, что параллельно она руководит и магазином ProSound, высококачественной и недорогой акустикой которого наслаждаются все клиенты, и одновременно ансамблем восточного танца Амрита. На концерте которого вы сможете побывать 29 апреля в 17.30 во дворце культуры Арджоникидзе. И там вы увидите и праздник, и профессиональные выступления оригинального коллектива, который свои заработки вкладывает в свои же костюмы, большая часть которых прошла через мои руки, в смысле закупалась за бугром и тащилась в багаже. Так что приходите. Satisfaction guarantee.